Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Сегодня говорим о том, как правильно хранить овощи в зимний период. Ну, сегодня будем говорить в основном о хранении корнеплодов, потому что они уже прочно вошли в нашу жизнь, и каждый дачник выращивает на даче корнеплоды и морковь, и свеклу, и редисы. И под зимнее хранение выращивают осенние сорта редиса, дайкон, репу, редьку зимнюю, потому что они и вкусные эти овощи, и самое главное, они полезные. И, конечно, некоторые скажут, ну, подумаешь, выращивать, заниматься выращиванием корнеплодов на даче, а потом хранить их, морочить голову, хранить их, неизвестно где и как. Если можно купить практически круглый год свежие, и морковь, и свеклы можно купить в магазине. Ну, знаете, наши дачники, народ особый, они знают, что выращено собственными руками, оно намного вкуснее, а самое главное, полезнее, потому что вы вырастили сами. Вы знаете, что там ничего нет лишнего, никаких вредных веществ, вы знаете, чем вы, никакой химии вы не обрабатывали. То есть, все самое ценное в этих корнеплодах есть. И, конечно, самое важное, ну, может быть, одно из самых важных, не только вырастить, но и сохранить, потому что корнеплоды, они длительного срока хранения. Их из-за этого и выращивают, чтобы можно было свою семью обеспечить этой продукцией не только месяц-два, а практически до нового урожая. И бывает очень обидно, когда собрали урожай, вырастили его с таким трудом, собрали, а через месяц-через два он у вас весь пропал, потому что неправильно хранили. Хочу сказать, особых секретов премудрости в хранении корнеплодов нет. Один такой акцент хочу сразу поставить. Нужно перед хранением, перед закладкой на хранение, желательно не мыть овощи, не мыть морковь, не мыть свеклу, редьку, репу. Потому что природа сама побеспокоилась о сохранности этих корнеплодов. У них на поверхности корнеплодов есть тонкий восковидный налет. Его, может быть, на первый взгляд и не увидишь, но он есть. И он является защитным барьером для проникновения бактерий, микробов различных. И когда вы моете, нам хочется, чтобы продукция была чистая, не грязная, мы моем и мы смываем вот эту пленку защитную. Начинает овощ дышать активно и вместе с кислородом попадают в него и бактерии, и болезни различные. И тем самым мы ускоряем его период хранения, уменьшаем, вернее, период хранения. Поэтому нужно правильно хранить овощи. Наталья Викторовна, правда ли, что если есть подвал, то можно, в принципе, спать спокойно, овощи в полной сохранности? Сто процентов. И вот счастливы эти люди, у которых есть подвал и погребанут, в основном у кого есть собственный дом. Но знаю, что наши дачники многие, даже имея летние домики, стараются сделать хотя бы небольшой подвальчик для того, чтобы хранить там свои овощи выращенные. А владельцы гаражей, у них тоже есть подвалы, они там тоже их оборудуют. Да, что говорить, если жители квартир, которые на первом этаже живут, они часто умудряются в своих квартирах с балконов сделать подкоп и сделать подвал. Потому что идешь, когда по городу, видишь, что у многих на первых этажах застеклены балконы и видно, что там внизу подвал. Поэтому наш народ умудряется и старается за всех сил обеспечить наличие подвалов. Да, хотя некоторые многоквартирные дома, вот из старой постройки, у них предусмотрены подвалы. И там очень, конечно, удобно жителям хранить свои овощи собранные. Конечно, подвал гарантирует сохранность овощей, потому что там постоянно температура, где-то 2-4 градуса тепла, постоянная влажность, вентиляция есть всегда. И самое важное, что там овощи хранятся в темноте. А для сохранности темнота – это первый помощник. Когда темно, процессы фотосинтеза, они замедляются. Значит, овощи не так дышат, и они меньше болеют, меньше повреждаются болезнями, вредителями, и поэтому сохраняются. И когда у вас есть подвал, хранить можете практически любым способом. Не только нам нужно тару какую-то специальную, можно хранить и в ящиках, можно хранить и в мешках, и в полиэтиленовых пакетах с отверстиями. Можно насыпью сделать, вот горку, бурт насыпать, тот же картофель или свеклу и морковь, и они будут храниться замечательно. Поэтому, конечно, у кого есть подвалы, погреба, тем можно только посовидовать. Наталья Викторовна, а возможно ли сохранить урожай свеклу, моркови в квартире? Ну, сохраняют ведь, умудряются наши дачники хранить и в городских квартирах. Но что нам может помочь сохранить урожай в квартире? Конечно, балконы. И в современных постройках есть лоджии. Кроме балконов и лоджий, есть часто в квартирах кладовки, такие темные комнаты, где тоже часто хранятся овощи. Потом некоторые обустраивают вот эти лесничные клетки, пролеты. Ведь часто, когда выходишь из лифта на этаж, есть большие коридоры для нескольких квартир. Вот там наши дачники делают и специальные стеллажи, ставят ящики, часто хранят овощи, потому что там всегда прохладно. Потом можно хранить в холодильнике. Если это не такое большое количество, можно его привести в порядок, эти овощи помыть, сложить целлофан. Как минимум месяц ваша продукция будет сохранена. Потом морозильные камеры есть, морозилки можно хранить. И, конечно, в сухом виде, в банках. Но самое главное, конечно, когда есть большое количество, вы привезли с дачи, и много моркови, свеклы, и редька у вас есть, и репа, нужно, конечно, хранить на балконе. Хорошо, если балкон застеклен и утеплен. Подойдут для хранения и деревянные ящики, и пластиковые ящики, и различные полки, различные коробки, картонные коробки. Но обязательно нужно делать отверстия. И самый лучший способ хранения – это пескование. То есть берется песок, берутся ваши овощи, и слой за слоем вы перекладываете. Слой песка, слой овощей, слой песка, слой овощей. Можно пересыпать не только песком, можно использовать опилки, можно торф, можно луковую шелуху, мел, зола. Некоторые, у кого много времени, которые очень такие дотошные и дорожат каждой свеклиной или морковью, они делают глиняную болтушку. И вот каждую морковку, каждую свеклину они пускают в глиняную болтушку, потом просушивают. И такая продукция хранится очень долго, потому что такая пленка получается из глины. И это такой залог сохранности на долгое время. А так, в основном, конечно, когда хранится продукция на балконе, нужно следить только за погодой. Когда пошли морозы, нужно градусник держать обязательно, конечно, на балконе. И видите, наступает холода, морозы, можно укрыть свои овощи, можно занести в квартиру. Тогда этот ящик или этот большой целлофановый пакет с дырочками, где хранится у вас морковь или свекла, занести в квартиру. На время, конечно, для того, чтобы не подморозить. Потому что подмороженные овощи, они не хранятся долго, потом они теряют свои качества. А у нас самое главное не только сохранить, но чтобы вид сохранился, вкус, цвет. Сохранились полезные вещества, чтобы они не исчезли, не пропали. Наталья Викторовна, какие еще овощи можно хранить в условиях квартиры? Многие выращивают картофель и привозят его домой, и хранят его на балконе. Точно так же, как и свеклу, и морковь. И картофель хорошо хранится со свеклы, с морковью, они друг на друга не влияют отрицательно. Прекрасно хранятся, но картофель любит темноту. Его нельзя на свету хранить, как свеклу, как морковь, иначе позеленеет. И зеленый картофель, он не съедобен становится. Он содержит вредные вещества, и в пищу его употреблять нельзя. И картофель хранится где-то 2 месяца, очень спокойно, в темноте, в мешковине, в целлофане его нельзя хранить, в ящике закрытом, или в мешке матерчатом, из мешковины. Он 2 месяца где-то, он как бы находится в состоянии покоя, не прорастает. У него процессы вот эти все заторможены. А вот ближе к Новому году, после Нового года, вы знаете, картофель активно трогается в рост, просыпается, он прорастает. Поэтому любую продукцию, конечно, нужно время от времени смотреть. И еще хочу сказать, перед тем, как закладывать овощи, любые овощи на хранение, пересортируйте их, пересмотрите. Нельзя так огульно. Привезли мешок свеклы, высыпали его в ящик, и считайте, что все, он должен храниться. Обязательно отберите больные, пораженные, битые, с какой-то червоточиной, с царапинами, потому что эти храниться не будут. Обязательно мелкие отберите отдельно, храните крупные отдельно, потому что мелкие быстрее увядают, и быстрее они как бы заболевают, поражаются, а потом эти болезни переходят на крупные плоды. Поэтому нужно хранить отдельно крупные и мелкие. Кроме картофеля, еще что мы храним? Часть привозим с дачи тыкву, кабачки, прекрасно хранятся в кладовой комнате, даже под кроватью. Я знаю, наши дачники рассказывали мне, когда я им читала лекции, ой, под кроватью спокойно, до нового урожая практически лежит тыква, кабачки. Только самое главное, чтобы они были вызревшие, когда вы их сорвали, чтобы они были не молоденькие и без царапин поверхности кожуры. Вот это залог длительного хранения. Хранят капусту. Срезали несколько головок капусты, потому что многие выращивают качанную капусту. Привезли домой. Как ее хранить? Да очень просто. Завернули качан в бумагу, положили на балконе, на полку. Капуста морозостойкая, ей даже небольшие похолодания не страшны, когда температура 1-2 градуса мороза. Для нее не страшно. Особенно если вы будете ее срезать, старайтесь ее сразу качан не оголять. Оставьте несколько листьев, 3-4 листочка поверхностных. Они будут защищать качан от высыхания, от потери влаги, от болезней. И закрыли ее газетой, положили на полку и прекрасно она будет храниться. Привозят и хранят на балконах цветную капусту. Но ее нужно хранить в темноте. Она на свету, быстро-быстро чернеет. Хранят лук и чеснок, который выращивают. Ну, как правило, не так много. Но есть у вас сетка лука, сетка чеснока. Хранится при нормальных комнатных условиях. Все нормально. Можно использовать старинный способ. Капроновые чулки или колготы. Прекрасный лук и чеснок хранятся таким способом, в подвешенном состоянии. Где-то возле двери балкона или возле водопроводной трубы. Главное, чтобы была такая нормальная комнатная температура. Ну, конечно, немножко усыхает. Ну, как все. Как все усыхает при комнатной температуре. Так и лук немножечко и чеснок усыхает. А так, как видите, никаких особых секретов по хранению корнеплодов, по хранению картофеля. Можно также хранить и петрушку корневую, корневой сельдерей. Прекрасно хранятся методом пескования на балконе, или в кладовке, или где-то там у вас на лоджии, или в коридоре на лестничной клетке. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»